Всем привет! Мы семья Бузиновских, проживаем в городе Алматы, в Казахстане. Хотели сказать, как Казахстан на карантине в это время. Мы на карантине уже с 16 марта. С дома мы никуда нельзя было выходить, но строгий карантин начался 30 марта. 30-го закрыли весь город. Выезд из города, поселки. Далеко из дома выходить нельзя, в ближайший магазин не выходить. Машина приездить нельзя, штрафуют, ловят если нет разрешения. Да, кстати, мне папа звонил, они даже не в курсе, что у нас оказывается даже штрафуют, если ты выезжаешь куда-то без разрешения специального. То есть, в России в Новокузнецке, по-моему, еще не так строго, как я поняла. Вот, ну что мы хотим сказать. Зараженных у нас сколько сейчас? 3,504 где-то, да? А 1 мая здесь половина. Здесь половина, да. Грозавишек 800. Да, смертей у нас немного, да? 25 штук. Да, у нас все это количество. Вот, ходят, ну вот, насколько мы знаем, ходят люди в масках везде, за рулем ты должен быть в маске, если у тебя есть разрешение выезжать. С 4 мая вроде открывают у нас банки какие-то, да? И парикмахерские можно подстричься, наконец-то тоже заросли. Да. Обменники, да, по-моему, еще открываются? Обменники, да, по-моему, еще открываются. Эстрооршины, монтажки. Да, потом, что еще у нас такого? Ну вот, то, что очень все строго. Сегодня буквально мы ездили попить кофе, попить кофе наш любимый, и получается, что везде милиция, везде военные, везде проверяют, даже пеших людей проверяют, куда идут люди, зачем. Ну, в общем, очень строго все. Мы работаем дистанционно, вот, но вот пока мы еще не выходим работать. Получается, 11 мая вроде сказали, что снимут карантин строгий, и люди уже смогут выйти на работу. Автобусы обрабатывают несколько раз в день, да? Несколько раз за маршрут. А, за маршрут, да. То есть не в день, а за маршрут. Вот. В общем, еще хотели сказать, вот, допустим, чем ты можешь заниматься в карантине, да? Пока вот у тебя такое время, ты можешь найти себя. Допустим, если ты хотел давно уже научиться играть, да? На гитаре, к примеру. Ты можешь это сделать, это хорошее время как раз. Или лепить пельмени. Да, или лепить пельмени. Домашние. А потом ты, как, допустим, не поругаться мужу с женой, да, в это время? Вы просто как мысли? Что нам не дает ругаться? Любить друг друга. Нет, ну, любить это понятно. А именно какие практические шаги? Ну, находить, как, не искать, да, друг за другом? Молитва ежедневная. Молитва, да, ежедневная. И не искать, да, друг за другом. Да. То есть уважать друг друга, уважать его желания, он должен уважать ее желания и служить друг другу. Вы можете служить и, допустим, Максим мне каждое утро делает кофе. Я, допустим, делаю чай для своего мужа. Вот. Еще что-то вы можете делать, что любите, да? Мы, конечно, не эксперты там в брачных отношениях, но мы просто хотим поделиться тем, что делаем мы. Вместе лепим пельмени. Вместе, да. Пельмени лепим. Все делать вместе. Кстати, да, мы все делаем вместе. Мы уборку по дому мы делаем вместе. Ну, в общем, все, да, Максим? Да. Ну, как-то вот это нам очень помогает, кстати. Вот. Что еще можно рассказать? Воспитание детей. Как тоже, чтобы детей, ну, детей собрать в кучу. Бытими друзьями? Нет, нет. Чтобы вот они не расслабились за время карантина. Ага. Четко расписание. Тут занимался, да. А, четко. Да, кстати, мы вот хотели поделиться одним лайфхастом. Может быть, кому-то это поможет. жить по расписанию. То есть, в каждом дне до карантина мы жили по расписанию. Вставали с утра, завтракали, бежали. Все вместе. Все вместе, да. Бежали на работу там и так далее. Вот. А, и сейчас мы делаем то же самое. Мы так же встаем с утра, мы завтракаем. Мы одеваемся. Так, как будто бы мы шли на работу, да. Приводим себя в порядок. И начинаем наш, так сказать, рабочий учебный день. Школа. У ребят школа. У Даши, получается, свои задания с садика ей приходят. И, кстати, очень классно получается. И все выходят целый день чем-то заняты. Да, и все. У нас такого нет, чтобы мы просто, допустим, лежали. или, ну, как-то бездельничали. Такого вообще нет у нас. Вот. Ага. Что еще нужно сказать про карантин? Ну, это непростое время. И просто... Ждем 11 мая. Ждем 11 мая, да. Чтобы куда-нибудь съездить в город. Да, погулять. Ну, конечно же, во всем этом помогает Бог, да. Да. Если бы этого не было, было бы очень сложно. И куча... Всем пока. Встретимся после ужина. Все. Спасибо за видео такое классное. Всем пока. Мы любим вас. Пока. Пока. Пока.